в чем разница между автоматом бюджетной серии за 150 рублей и автоматом премиальной серии за 400 рублей многие считают что автоматы дешевых серий это низкокачественный продукт который делает на подпольных фабриках в китае разумеется это не так но для того чтобы в этом убедиться давайте отправимся на завод компании шнайдер электрик китай где производит автоматические выключатели бюджетной серии из 9 вот он собственно за мной завод шнайдер и 9 тут на самом деле на одной территории несколько заводов в том числе и завод шнайдер из 9 там довольно большая территория мы по ней перемещались на автобус поедем сначала в город шанхай главной лаборатории компании шнайдер электрик а затем в город уху на завод по производству автоматических выключателей одномодульных дифференциальных выключателей и узи вов начнем с лаборатории мы не просто так именно тут зарождается многие новинки которые в будущем могут попасть в массовое производство именно в лаборатории решается какие именно материалы нужно использовать чтобы получить тот же самый 16 амперный автомат после того как автомат появляется на бумаге специалист заказывает на заводе несколько опытных образцов потом эти образцы отправляют обратно в лабораторию не над ними начинает издеваться сжечь проводить всевозможные краш тесты заставлять работать в пыльных камерах и в камерах с перепадом температур кстати эта лаборатория разрабатывает не только элемент для серии изи 9 но и некоторые элементы для серии акте 9 а это самая дорогая линейка от шнайдера хотя само собой что требования к ним сильно отличается но про это мы поговорим немного позже если опытный образец проходит все испытания то завод начинает серийный выпуск этого продукта его задача выпустить как можно больше продукции за единицу времени чтобы сделать продукт как можно дешевле а значит и конкурентоспособней но опять же это нужно сделать не в ущерб качеству это помогает обеспечить и хорошие условия и организация труда над этим тут работает целый отдел смотрите здесь сразу в онлайн режиме показывается все что не отслеживает важные показатели первое это по сервису второе по качеству здесь у нас по стоимости производства и здесь по кадровым вопросам по культуре большинство операции тут автоматизированы например для того чтобы тупо приварить один серебряный контакт медной пластине тут стоит целый застекленный станок внутри которого целый мини город с маленькими роботами один робот отвечает за то чтобы деталь была в правильном положении другой робот занимается самой сваркой третий проверяет качество этой сварки таких установок тут очень много мне больше всего понравился станок по производству сердечника для электромагнитного расцепителя это автомат по производству вот этого сердечника то есть вот у него исходные детали в которые внутри вставляется я так понимаю пружина и дальше уже лазером наносится вот эта маркировка вот то что вы видите в лазере сам автомат собирает вручную добросовестные китайцы кстати времена когда они работали за деширак уже прошли в последнее время в китае довольно таки сильно вырос уровень жизни ну и соответственно зарплаты тоже подняли например на этом заводе средняя зарплата у рабочих около 1000 долларов поэтому тут работу только квалифицированные специалисты которые держатся за свою работу после сборки абсолютно каждый автомат проходит несколько этапов проверки автоматы проверяют на ток перегрузки проверяют их токово временную характеристику и прошу обратить внимание на то что этот завод занимается выпуском самой дешевой линейки из 9 то есть даже самые дешевые автоматы проходят все эти серии они дают ниже этого этой точки и он не должен срабатывать а потом дают выше и он должен сработать это проверка одного автомата после того как автомат прошел все проверки его отправляют на дальнейшую маркировку какие-то маркировки наносится лазером какие-то краской конце концов автоматы еще раз визуально осматривают упаковывают и развозят по разным частям цвета также этот завод делает серии ls8 это аналог изи 9 но поставляется на для стран в которых напряжение 110 вольт так все все молчим дмитрий иванович спрашивает вопрос выключатель шнайдер из 9 и выключатель шнайдер акте 9 очень сильно различается по цене нам объясняет что и то и то это примерно одинаковые то это очень качественно но я тогда не понимаю в чем почему клиент должен переплачивать как объяснить клиенту за что он переплачивает выбирая акте 9 а не из 9 да вы правы на самом деле что кажется что разница нет но разница существует во первых единая это линейка больше для для жилищного применения поэтому например если мы берем сверху то линейка акте 9 должна соответствовать не только бытовым стандартам для бытового применения она соответствует стандартам для промышленного применения в чем собственно трудность соблюдение двух стандартов когда мы говорили про окно при котором срабатывает автоматический выключатель при одном стандарте при бытовом стандарте она ну скажем довольно значительных возможностей для промышленного стандарта она гораздо уже соответственно требования для срабатывания оборудования гораздо выше и поэтому если мы говорим про ту же самую металлическую пластину ее положение и ее устойчивость гораздо выше у акте 9 чем изи 9 потому что окно срабатывание выключателя гораздо меньше то есть нам приходится тратить больше времени больше сил и больше средств на стабильность компонентов стабильность всего что используется для производства акте 9 если помните у нас была такая заглушка на изи 9 серенькая когда производится серия акте 9 вместо этой заглушки есть специальная ширмочка которая сработает и будет красной если выключатель подвергся короткому замыканию почему это сделано если у обычного потребителя включатель которое выпало при коротком замыкании он не знает что с этим делать дальше ему в принципе все равно что произошло он других действий предпринять не может когда мы говорим про акте 9 она больше используется для профессионалов для счетовой сборки в других условиях поэтому эти люди им важно знать что было короткое замыкание они хотят видеть что произошло и когда они видят этот значок они понимают что с этим делать дальше мы проводили исследование чтобы пытались понять почему и поняли что люди которые покупают акте 9 это люди которые заинтересованы в оборудовании они платят за него больше если с ним что-то идет не так они звонят нами сообщают о том что оборудование дало сбой и мы об этом узнаем а изи 9 используется в основном это бытовая серия и поэтому если у потребителя просто перегорел выключатель с ним что-то пошло не так и не выкидывают и никому об этом не сообщают то есть у нас в принципе нету обратной связи по бытовым случаям поэтому акте 9 это немножко выше цифра наша внутренняя статистика когда мы тестируем оборудование внутри себя то есть выборочный тест или при производстве они одинаковые показатели на самом деле цена всегда регулируется рынком на который поставляется товар но с точки зрения чисто логической количество потребляемого оборудования обеспечивает его более низкую стоимость то есть произвести тип c дешевле компоненты дешевле потому что массовая закупка происходит и привести его дешевле потому что их много поэтому они на рынке стоят дешевле тип b менее востребован и соответственно и компоненты дороже и привести его стоит дороже ну в общем поездка в китай окончена мы вернулись к работе я уже снова на объекте и надо подвести какую-то черту лично я для себя подчеркнул следующее если вы покупаете автоматы скажем крупной фирмы но дешевой серии это вовсе не означает что они плохие просто у них бытовое назначение если вы делаете простой электромонтаж квартире вас они вполне могут устроить если например вам нужно сделать электромонтаж уже не в квартире а где-то там скажем на улице где температура может быть минус там 25 больше или где-нибудь где агрессивная среда там например на те же самые автоматы акте 9 есть морской сертификат где например вы можете устанавливать его там в прибрежных там районах в районе моря там где высокая концентрация солей на кораблях например устанавливают только такие автоматы ну или к примеру на объекте могут быть высокие токи короткого замыкания и вот у акте 9 допустим номинально отключающая способность 6 киломпер у изи 9 четыре с половиной тысячи киломпер то есть в таких случаях до премиальной серии вам в помощь лично для меня самым таким скажем основным недостатком серии из 9 является то что у нее очень узкая линейка например у зошки у этой серии только электронная у нас недавно был случай когда нужен был автомат меньше 6 ампер так вот у изи 9 таких автоматов нет у акте 9 очень много всяких управляемых реле и других устройств в общем таких очень полезных этого всего вы не найдете у серии изи 9 потому что она предназначена исключительно для бытовых условий для квартир грубо говоря а вот той же самой серии акте 9 есть электромеханический узо например которые могут защищать от утечки постоянного тока так и от утечки переменного тока хотя кстати надо заметить что у изи 9 в последнее время немного расширяется эта линейка дипзащиты например у них недавно появился узкий абдт типа ну пока что это все ограничилось понимаю что вы можете сэкономить следующим образом если к примеру вас не устраивает уложки серии изи 9 вы можете поставить автоматический выключатель от изи 9 а у зошки к примеру от акте 9 но тогда щите получится такая некрасивая солянка по факту это вы много не сэкономите потому что автоматом самое дешевое устройство но я думаю вывод понятен по крайней мере который сделал я что дешевый автомат это не всегда плохо если он установлен там где надо если он работает как надо то есть нормальных условиях для которого он им предназначен он проработает там очень долго ну а сейчас давайте просто разберем парочку автоматов и посмотрим если какая-то между ними разница я обожаю сравнивать на практике и трогать своими руками смотреть своими глазами вот у нас автомат из 9 в сереньком корпусе так это на 16 ампер c16 вот автомат акте 9 это самая дорогая серия айцет называется их там айка подешевле и цепа дороже чтобы никогда не пользовался поэтому может произошло неправильно вот видно насколько у них разные электромагнитные расцепители то есть этот на 6 км ампер этот на четыре с половиной кило ампера также дугогасительная камера тоже поменьше вот тут на явно больше и все равно немножко другая металлическая пластина сейчас наведем камеру видите тут губи металлической пластины есть небольшая загибулина не знаю хорошо ли будет видно на видео но в общем немножко различаются все равно две корпуса у этого автомата есть морской сертификат про который я говорил он получается может этом минусовые температуры работать там довольно таки большие эти таблички все покажу еще у него есть индикатор когда получается если произошел коротыш вот он тут выпал индикатор то красный гипожочек получается такое обозначает вот из 9 попроще но опять же из 9 для быта то есть в принципе если вы откроете два автомата разница да будет потому что это сделано для промышленных условий вот как-то так и делается автомат такое огромное предприятие для того чтобы всего лишь выпустить один автоматический выключатель надеюсь вам понравилось мое видео на этом у меня все ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал заходите в мой инстаграм ссылка будет в описании всего доброго